Сегодня глава Карачаева Черкесии принял участие в митинге, посвященном 80-й годовщине освобождению перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Состоялось мероприятие в поселке Орджоникидзовское у мемориального комплекса. С митинга Альбина Ламкова. Мемориал защитникам перевалов Кавказа был установлен в 1968 году. Он состоит из массивного железобетонного здания. Грозная и впечатляющая инсталляция олицетворяет величественность и непокоренность Кавказа, стойкость и силу духа советских солдат. Пленемся быть достойными вашей победы, любить и защищать свою родину. С благодарностью относитесь к тем, кто честно и самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества. Вечная память павшим воинам. 80 лет назад группа советских воинов-альпинистов сбросила с вершины Эльбруса вражеские стяги и водрузила флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа, сказал глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов в своем выступлении перед участниками митинга. Первые бои здесь в горах Кавказа начались в августе 1942 года, когда враг стал прорываться через главный Кавказский хребет к побережью Черного моря. Имея многократное превосходство в живой силе и технике, силами своего горно-стрелкового корпуса он захватил ряд позиций и даже несколько продвинулся к югу от хребта. В ожесточенных боях среди скальных вершин, ледников и вечных снегов советские воины проявили самоотверженность и доблесть, несокрушимую стойкость и волю к победе над ненавидцем врагом. Именно здесь, на южных перевалах Карачаева Черкесии, происходило становление и боевое крещение наших горных стрелков как особой специализированной разновидности сухопутных войск Советского Союза, отметил глава региона. Он подчеркнул, что потомки должны свято чтить и помнить подвиг солдат, которые ценой своей жизни завоевали победу. И напомнил о том, что в этом году музей-памятник защитникам перевалов Кавказа будет праздновать 55 лет со дня своего открытия. Это уникальная архитектурная ассамблея и является единственной на Северном Кавказе. По решению нашего верховного главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина проводится специальная военная операция. И тысячи сынов, внуков, правнуков сегодня опять же воюют с неонацистами и с фашистами. И я уверен, что победа будет за нами. Мы все восхищаемся подвигами наших защитников Кавказских перевалов. Тяжелый труд солдата всегда связан с риском своей жизни ради других. Обеспечение мира и спокойствия на территории России всегда находилось в руках наших бравых ребят. Дата освобождения перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков служит одной из самых ярких страниц в героической летописи нашей страны. А память о подвигах наших солдат, которые спасли мир от фашизма – это пример и поучение для подрастающего поколения. Предостережение для будущего было отмечено на митинге. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.